всем счастливый лоскутной приветик да счастливый потому что это такое удовольствие и счастье и смотреть как кто-то делает лоскутное и делать самому это тоже огромное счастье и удовольствие и даже знаете своего рода какая-то терапия душевная духовная успокаивает расслабляет ну творить шедевры своими собственными руками потому что для каждого и каждой мастерицы когда она делает это маленький шедевр ее личный неповторимый ни у кого такого шедевра нет от этого он конечно и ценный потому что в одном единственном экземпляре у каждой у каждого художника свое творчество свое творение поэтому конечно это большое удовольствие но что подходит концу проект который я думала что буду делать до конца лета то есть к осени думала что закончу его к осени но оказывается нет я его уже закончила как-то так быстро сначала думала что это медленно пока эти все квадратики а их нужно было очень много делать но наверное так казалось что много а на самом деле когда начал делать они так делались быстро так творились легко поэтому то этот проект уже закончила и сейчас вам покажу как я делала стыковки как они у меня получились как я закрывала все эти стыковала все эти квадратики между собой основа этих квадратиков фетр и в магазинах продается фетр либо вот так вот квадратиками либо продается полосками любой ширины широкой полоской поуже полоска либо есть в метраже как ты хочешь сам себе подбирай вот мне удобнее было взять в квадратиках потому что легче складывать их они шьются легче ну как-то по поводу стыковать мне я понимаю что это не не сложно я вам покажу как это делается но так мне было удобнее если вы рассматриваете по-другому это тоже будет удобно делайте как как удобней ну вот я решила взять уже в готовых таких квадратиков сам по себе фетр он держит форму но он тонкий и довольно таки гибкий мягкий и гибкий но тем не менее он хорошо держит форму то есть эти квадратики такие имеют форму от этого они смотрятся лучше и держатся крепче ну вот такое качество вот такое если у вас например ну нет фетра нет этих квадратиков то тоже конечно же никогда не думайте что вот у вас не получится потому что у вас нет какого-то материала есть все 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 просто делайте нарезайте квадратики можно из полотенцев можно из простыней из чего угодно нарезайте себе свои квадратики и на них пришивайте а потом можете вставить синдепон для того чтобы просто поплотнее было то есть всегда можно что-то найти дома вход сюда идет все у меня даже сюда вход пошли косыночка такая у меня была зелененькая огуречного цвета когда-то шелковая косыночка я ее особо не и не носила эту косыночку ну вот она как-то задержалась была и она тоже сюда пошла вход и очень приятно и красиво здесь смотрится так что думаю любой хозяйки в доме найдется может быть где-то шарфик который уже не носите и может быть где-то какая-то косынка какая-то кофточка кружева все 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 подойдет для создания вашего собственного единственного единственном экземпляре вашего шедевра да 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 каждая хозяйка создает именно шедевр вот так вот я складывала эти создавала эти квадратики сначала их все приготовила а затем показываю и записала вам как я использую использовала и стыковала эти квадратики дальше вы увидите как это делается ну сначала конечно нужно заготовить квадратики совсем не важно подбирать по качеству это могут быть и шелк и трикотаж и писать сетчик и где-то у меня тоненький кашемир был оставался все 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 можно собрать на эти кусочки а вот теперь стыковка одна большая вот такое полотно 60 на 60 и вот я раскладываю квадратики здесь уже раздолья тут сам подбираешь что с какой ты хочешь куда как с кем складывать как их располагать вот сначала расположить эти квадратики а дальше я вам показываю как их как их я состыковала вот сначала такой подбор идет тоже так присматриваешься какого как чтобы не было нам громождение ярких или бледных чтобы как-то она распределялась это уже на ваше усмотрение а теперь вот я показываю стыковка я взяла полоску ткани которая будет основная со стыковкой и я заглаживаю как будто бы вы его тут вот зашили эти эти швы как будто бы вот вы зашили вот она готовая вот такая полосочка и вот так раскладываем вот так между этими квадратиками вот таким образом вот так я состыковала эти квадратики теперь это все заколоть когда закалываешь что закалывать капитально то есть чтобы ничего нигде не сдвигалась чтобы вам удобно было зашивать эти полосочки чтобы ничего не вылазило поэтому как можно гуще закалывайте эти полосочки между собой везде посередине везде 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 и стыковать и зашивать будем зигзагом зигзаг сам по себе у меня широкий но очень частый густой то есть схватывают и ткань и полоску и квадратик все очень плотно и очень удобно вот зигзагом начинаем строчить эту полосочку вот таким образом смотрите что значит я заколола хорошо она у меня нигде ничего не вылазит то есть удобно работать удобно зашивать и так вот мы со всех с двух сторон каждую полосочку проходим с двух сторон таким образом эти все квадратики они собрались я заколола именно этими полос я стыковала этими полосочками потому что другого материала столько много не было потому что на полоски много материала уходит вы стыкуйте конечно подбирайте в каждый сам свои цвета вот у меня их получилось 4 вот такие вот заготовочки и сейчас я их тоже буду между собой стыковать тоже показываю как вот теперь берем вот такую между собой вот так закалывать за застрочить между собой вот тут застрочить вот таким образом застрачиваем а потом тоже на этот на эту строчку тоже накладываем такую же полосочку и также ее зигзагом обрабатываем вот он этот шов и накладываем такую же полосочку и тоже ее зигзагом взять вот как снаружи внутри а это вот снаружи накладываем полосочку предварительно ее прогладив и загладив концы вот так это же накладывать зигзаг тут я уже загладила эти боковые боковой шов боковушки и все и здесь вы уже знаете как эти стыковать стыковки закрыть этот шов вот таким образом закрываем очень просто тоже подколоть удобно она ничего не соскакивает не соскальзывает вот я показываю как я состыковала эти три квадрата три больших квадратом этих квадратов нужно 12 вот таких больших квадратов по 9 маленьких их 12 у меня вот пока я состыковала вот пока я сделала эти три полосы их в общем то выйдет 4 и каждой полосе будет по 3 вот таких больших квадрата 60 на 60 ну каждый на свою кровать вы себе посмотрите сколько вам какие вам нужны размеры а вот результат конечно же с удовольствием потому что это сделано с такой любовью своими собственными руками это твое изделие от которого получаешь огромное удовольствие желаю вам творческих успехов и больших шедевров ваших личных